Сходить в горный трекинг и вернуться живым! Сегодня расскажу, как подготовиться к пешим походам по Кавказским горам с высотами не более 3500 метров. Это Сплав и я, Кирилл, гид-инструктор силы территории, которого легко встретить на Кавказских тропах этим летом. Итак, можно ли приехать в магазин Сплав и собраться к серьезным маршрутам в районе Архиза, Лаганайки, Прильбрусе? Вполне. Я поискал, что есть в наличии и собрал отличный комплект для горного трекинга. Рюкзак Градиент Лайт 72-й версии. Вот такой замечательный рюкзак имеет относительно легкий каркас. За счет этого его спинка не такая жесткая, но отлично распределяет вес даже при таком скромном исполнении. У него широкий пояс, все необходимое количество карманов, легко утягивается. Соответственно, все необходимые регулировки, эту я обычно не застегиваю, потому что мешает дышать, но в целом подправить на ходу просто. Единственный момент, он выпускается в нескольких ростовках, поэтому когда будете выбирать, выбирайте под себя сразу нужную ростовку. Подрегулировать спину у вас не получится. Его объема хватит, чтобы сложить все эти вещи, которые я выбрал. Ну, а если вдруг по какой-то причине вы не мастер логистики и не можете упихнуть все внутрь, у него полно способов все обвесить снаружи или прицепить на специальные стропы. Рекомендую рюкзак, подойдет. Самое главное его отличие в том, что он очень легкий, а в горах лишний вес. Это прям табу. Итак, палатка. Тоже не менее важная вещь, нежели рюкзак. Палатку я выбрал Targos 2. А все потому, что она крайне ветроустойчивая. У нее две перекречивающиеся дуги достаточно ширины. И одна консольная, которая поднимает тамбуры. Соответственно, у нее два входа для каждого из жителей этой палатки. Что удобно, если вы идете вдвоем. Ну, а если вы идете в одного, то ее вес, в принципе, тоже вполне себе приемлемый для того, чтобы ее понести. Плюс она компактная. У нее легкая ткань плотностью 15 денье. И пропитка сверху – это силиконизированный нейлон. А изнутри этот нейлон дополнительно усилен полиуретаном. То есть палатка будет не протекать, все швы у нее проклеены. И она отлично справляется с любой непогодой, которая может вам встретиться в среднем горе. Ну, или даже на больших высотах до 3000. Понятное дело, что для альпинизма, возможно, ее способности будет недостаточно. Но, тем не менее, достаточно серьезной неприятности она поможет вам пережить. Коврик, сплав, бриз. Это следующий элемент, на который я хочу обратить внимание. Это самонадувающийся ковер. Который относительно тонкий. Но у него хороший эрвалью показатель. С ним можно спать практически даже на снегу. Ну, в пределах этой нормы. Летом как раз в какатских горах снег начинается приблизительно от 3500. Ниже бывает редко, но только если в июне. Уже в июле, в августе вы вряд ли найдете снег. Так что вам будет тепло на этом ковре. А его отличительная особенность в том, что внутри пена. За счет этого вам будет мягко и комфортно спать на нем. Даже на каменистой почве, потому что его толщины, в принципе, достаточно, чтобы сглаживать неровности. Ну, понятное дело, выбираем его, опять-таки, как компромисс, потому что ковер должен быть легким. Здесь есть дополнительно силиконовое нанесение, которое, с обратной стороны, позволяет коврику не скользить по дну палатки. Вы не представляете, насколько это удобно, когда коврик четко зафиксирован там, где вы хотите его оставить. Легко надувается, не требует никаких насосов, несколько выдохов через клапан. Клапан, соответственно, тоже у него удобно сделан таким образом, что воздух туда внутрь попадает, когда вы хотите его надуть, но не выдувается. А если вы хотите сдуть, просто открываете клапан до конца, и коврик будет сдуваться. Отличное решение, малый вес, компактные габариты и хорошая надежность, плюс мягкая пена. Не менее важное в походах – это спальник. И для походов по Кавказу я выбрал модель Graviton Comfort. Вот такой замечательный спальник компактных размеров, который, может быть, на моем фоне незаметно, но очень хорошо ужимается, приблизительно на 30% я могу его еще сжать, для того, чтобы поместить в свой рюкзак. Это отличный показатель с учетом его веса и температуры комфорт-лимита. Он рассчитан приблизительно на минус 6, а это значит, что вы гарантированно на него не замерзнете даже при легком минусе, который возможен в горах даже летом, потому что высота так или иначе влияет на температуру. Пуховый спальник с наполнителем из гусиного пуха Feel Power 850 – это просто бомба. Ну, в целом, если мне придется сейчас в скором времени менять спальник, я, наверное, возьму именно его, потому что это абсолютно компромиссный вариант, с которым можно ходить как зимой, так и летом, а летом именно в горах. Легкий, компактный и долгожитель, потому что пух – это отличный наполнитель, который будет долгое время радовать вас в походах. А мы переходим дальше. Многие не задумываются, но так или иначе в горах потребуется аптечка. Я обычно для аптечки использую простой гермомешок, туда можно сложить все лекарства, туда же можно сложить инструкции, и они гарантированно не промокнут. На самом деле, так как я гид и часто хожу, скажем так, первым, у меня аптечка разделена на два подсумка. Один гермомешок, в котором хранится основная часть, и второй небольшой подсумок с перевязочными средствами, которые нужны вот прямо здесь и сейчас, в случае чего. Так или иначе, когда вы ходите в горы, обязательно берите с собой аптечку, ее состав для каждого будет индивидуальным, но там должны быть все необходимые препараты для того, чтобы, с чем бы вы ни столкнулись, вы могли это решить здесь и сейчас. Надеяться на то, что до вас доберутся спасатели, достаточно наивно, потому что им потребуется время. Аптечка – это важный элемент вашей безопасности в походе, не забываем про нее. В горах часто бывают ситуации, когда внезапно проходит ливень, все может насквозь промокнуть, а потом ливень либо прекращается, либо не прекращается. И поэтому, чтобы быть уверенным, что ваши вещи будут сухими, необходимо все класть в гермомешок. Я обычно рекомендую один мешок побольше, в который гарантированно влезут все ваши вещи, включая теплые, и еще один гермомешок, как минимум, для вашего спальника, чтобы гарантированно защитить пух от влаги. Но в целом можно все вещи, которые вам так или иначе нужны в походе, распихать по гермомешкам. Было бы классно, если бы они еще были разного цвета, чтобы вы могли легко определять, какой гермомешок к чему относится. Замечательная вещь, экономит время для поиска нужного снаряжения и гарантированно защищает от влаги. Сейчас мы его быстренько свернем и продолжим. Итак, что помимо гермомешка может еще нам помочь в горном походе? Это, конечно же, трекинговые палки. Вот такая замечательная вещь. Мне лично очень сильно помогает, когда я поднимаюсь в гору или спускаюсь. Почему? Потому что я ставлю их в боку от себя и ловлю баланс. Когда я иду с рюкзаком, так или иначе у нас идет какое-то переваливание, мы заваливаемся на одну или другую сторону, палки помогают регулировать точки опоры, тем самым мы продвигаемся быстрее вперед, не падая. Особенно это важно на осыпях, на каких-то сложных поверхностях, там, где много больших камней, и нам приходится скакать с места на место. Так что крайне рекомендую, опять-таки для вашей безопасности, трекинговые палки очень хорошо помогают. Конкретно в этой модели удобные эксцентринговые замки, которые легко закрываются буквально одним щелчком. Замечательные победитовые наконечники, которые очень долго будут стираться. Ну, меня стирают уже порядка пяти лет, если не больше, и еще конца и края не видно. Замечательная ручка из пененого материала Эва. Ну и, понятное дело, темляк, хотя я его обычно не использую, потому что это может быть травмоопасно при падении. Но это не суть. А суть в том, что это удобные, компактные палки, потому что они трехколенные, которые помогут вам во время передвижения по горам. Берем. Что еще нам потребуется? Конечно же, для навигации нам потребуется, например, телефон. Я хожу обычно с ним, навигаторы специальные, конечно, неплохо работают, но они часто просто избыточные. Ну, а к телефону, конечно же, потребуется павербанк. Не забудьте подумать, как вы организуете вашу навигацию для того, чтобы не сбиться с пути. Дальше. Налобный фонарь. Я выбрал вот эту замечательную модель, потому что она дешевая и мощная. 750 люмен. Яркий свет, несколько режимов. Возможность регулировки при помощи сенсора. Я просто ношу рукой, а оно включается. Замечательный налобный фонарь, который весит мало, работает от аккумулятора, не боится дождя и очень ярко светит. В целом, больше от него ничего не требуется. Термос. Вот что я люблю использовать в горах. Знаете почему? Потому что в горах очень бывает холодно, особенно если набежит туман. Так в этот момент достать чашечку вкусного горячего чая, что может быть лучше? А термос требуется, чтобы он достаточно долго держал кипяток. Ну, конкретно эта модель, насколько я помню по испытаниям, держит больше 8 часов со 100 до 70 градусов. Это более чем достаточно. И при открытии не обязательно открывать до конца крышечку, для того, чтобы налить по этим стрелочкам себе чай. Хорошее теплое питье прибавляет сил и помогает забраться на самые недоступные высоты. Фильтр для воды. Это еще одна важная вещь в походах по горам. Дело заключается в том, что в каких-то реках можно набирать воду, где-то можно встретить родники, а где-то вода стекает мимо высокогорных пастбищ. Вот как раз в этих местах набирать воду и не стоит. Ну, не буду объяснять почему. По сути, она загрязнена. Но если требуется, если маршрут пролегает там, где воды немного и приходится набирать из того, что попадется по пути, то для этого лучше использовать фильтр. Вот такой замечательный фильтр. Может использоваться для того, чтобы попить непосредственно из емкости с водой. Можно отсоединить вот этот шланг, накрутить на бутылку и через бутылку выжимать чистую воду. В смысле, мы грязную воду залили в бутылку, насадили на фильтр, открыли клапан и набрали, например, в кастрюлю или куда-либо еще чистую воду. Ну, надо понимать, что от вирусов фильтр не спасает, но зато от всего остального, всяких простейших микроорганизмов и прочих загрязнений, он отлично помогает. Для того, чтобы быть 100% уверенным, что ваша вода чистая, например, когда вы ходите не только по Кавказским горам, а там, где распространенные вирусы, это обычно в странах Азии, ну, дополнительно прикипятите воду, это поможет точно, гарантированно ничем не заболеть. А мы едем дальше. Что еще нужно в походе? Конечно же, вкусно поесть, а для этого нужно порезать нашу колбаску при помощи ножа ГАНЗА 6803. Вот такой маленький ножик поможет сделать все необходимые работы в быту, нарезать любые продукты, вскрыть упаковку, подрезать какую-нибудь нитку. В общем, нож – это универсальный инструмент, который лично мне нужен для того, чтобы делать что угодно, кроме как разводить костер. Для этого мне потребуется либо топор, либо нож побольше, а такой ситуации у меня, в принципе, не часто встречается. Так что рекомендую небольшой складной ножик с клипсой, полоповесили на карман, удобно и комфортно. Что еще нужно для кухни? Конечно же, горелка и кастрюля. Вот такая модель Fast Boil Track попадает ко мне в руки. Почему именно она? Потому что рассчитана на полтора литра. С лихвой можно кормить двоих, а то и троих человек при готовке в ней. Очень быстро закипает вода. За счет этого экономится газ, потому что у кастрюльки специальный радиатор, а вся эта система хорошо защищена от ветра, который так или иначе часто встречается в горной местности. Поэтому вы экономите газ, быстро кипятите воду и вкусно кушаете при помощи всего лишь одного вот этого комплекта. А мы переходим к одежде. Итак, ходовые штаны. Я выбрал Action Flex Light. Это яркие, замечательные штанцы, у которых есть вот такие карманы, тянущаяся ткань, карманы в области бедра, артикулированный крой. И главное, они очень легкие и очень быстро сохнут. Влажность в горах так или иначе встречается не часто, но если вдруг вас поймает расплох сильный дождь, так или иначе вы промокнете, и из-за этого вам придется сушить ваши вещи. Эти штаны высохнут буквально за час на любом солнце, а то и быстрее. В целом, подбирайте под ваш размер. Необходимо будет вставить пояс. Они отлично сочетаются с ботинками. Здесь есть снизу регулировочка, с помощью которых их можно будет натянуть на ботиночек так, чтобы они с них не соскакивали и вам не попадал лишний ссор и грязь в ботинок, когда вы идете. Большего от штанов требовать, наверное, не стоит. За одним исключением, что они выносливые и проживут довольно долго. Это, конечно же, их плюс. Также, помимо ходовых штанов, нам понадобится термобелье. Термобелье я выбрал модельку Motion. Это очень легкая модель. Практически невесомая, которая отлично впитывает влагу и выводит ее наружу. То есть, в ней, даже под палящим солнцем, вы будете чувствовать себя относительно сухо. Это важно, потому что лямки рюкзака натирают плечи, натирают различные части вашего тела. А если вы ощущаете себя сухим, то натираний будет гораздо меньше. Вот такая замечательная термофутболочка вам поможет, во-первых, защититься от солнца, во-вторых, избавиться от натираний. Соответственно, подбирайте по своему размеру. Такой формат мне по нраву. Но помимо термобелья, в котором мы идем, есть еще термобелья, в котором мы спим. Для этого нужно взять термобелье потеплее. Это легкие, сами по себе, термоштаны, но сделаны из флиса. Они не сильно утягиваются по телу человека, но отлично согревают. За счет этого в них комфортно спать, вы чувствуете свободу в спальнике. Нигде не давят резинки, то есть, это максимально упрощенный формат. Но в случае того, когда вдруг становится холодно в горах, вы начинаете поддевать все, что у вас есть, включая эти термоштаны. Тогда вам помогает то, что они сделаны из флиса и быстро сохнут, соответственно, не впитывают влагу в себя. Мы закончились термобельем в виде термоштанов и переходим дальше. То, о чем стесняется обычно говорить. Народ, признаюсь честно, большую часть своих походов, по крайней мере, за последние два года, я проходил именно в этих трусах. Ну, ладно, эти были на витрине. У меня точно такие же дома. Итак, в чем дело? Дело в том, что, опять-таки, они великолепно отводят влагу от тела человека. За счет этого нигде не происходит натираний. А вот натирание их на ногах люди еще хоть как-то говорят. Ну, потому что, ну, надо как-то решать вопрос. А натирание в интимных областях обычно всеми умалчивается, но доставляет серьезный дискомфорт. Поэтому выбирайте правильное нижнее белье, и будет вам счастье. Перейдем к разделу носков. Носки для сна из пауэр стрейча. Основное их преимущество заключается в том, что они не сжимают ногу за своей резинкой. И за счет этого вы чувствуете комфорт, когда в них ходите, когда в них спите. Но ходить, понятное дело, нужно не в ботинках в них, а в какой-то легкой обуви на биваке. Когда вы в них ложитесь спать, вы их практически не ощущаете, зато ваши ножки в тепле. И знаете что? Вот пока ваши ноги не согреются, заснуть очень тяжело. Поэтому обязательно нужно надевать какие-то носочки, которые будут просто подогревать ваши пальцы на ногах. И тем самым расслаблять ваше тело перед сном. Заснули, пополнили запас сил и отправились на следующий день в путь. А когда вы идете, вам потребуются носки посерьезнее. Вот, например, мембранные носки или носки моей любимой модели Ридж. В чем разница? Это трекинговые носки Ридж из специального материала Кулмакс, который, опять-таки, отводит влагу от ног. Когда нога в сухом состоянии, мозоли не образуются, вам ничего не угрожает. И даже самый неприятный ботинок ощущается как будто бы получше. На самом деле, в любом ботинке, который вам не подходит, можно сделать серьезную мозоль. Тогда ее нужно заклеить. Но носки, правильно подобранные, это половина успеха. Если вы подберете носки на размер больше, чем вам требуется, тогда у вас будут проблемы. Поэтому берите всегда без запаса носок, чтобы он никак не мог елозить у вас ботинки. И обязательно из каких-то материалов, которые отводят влагу. Также они дополнительно усилены в носке и в пятке, чтобы дольше протираться в этих местах, которые наиболее подвержены износу. Мембранные же носки DexShell UltraSyn нужны для таких ситуаций, когда, казалось бы, спасения нет. Ваши ноги промокли, с неба течет вода. Вы пытаетесь понять, за что вам это все. И тут вспоминаете, что у вас в гермомешке валяются вот эти замечательные мембранные носки. Вы их надеваете, надеваете ботинки, идете дальше, слышите, как хлюпают ваши ботинки. Но при этом не ощущаете никакой влаги в ногах. На самом деле, я не раз и не два был в этой ситуации. И скажу так, мембранные носки просто must have. Попробуйте, вы поймете, о чем я говорю. Не стоит в них пытаться лезть в реку, купаться, преодолевать броды и все в таком духе. Потому что сверху так или иначе зальется вода. Но тогда, когда ботинки уже промокли, они отлично спасают. Дальше перейдем к лиске Splaff Enforcer. Эта прекрасная модель имеет несколько карманов. У нее анатомичный крой, а главное, это материалы, которые она использует. С внешней стороны этот гладкий материал блокирует ветер, но в очень-очень маленьком количестве. То есть легкий ветерок вы не почувствуете. Внутри же она очень теплая, помогает отогреваться в холодные ночи, особенно если сверху накинуть какую-нибудь куртку. И прекрасно дышит. То есть это та ситуация, когда вы идете, дождя нет, но немного появляется ветерочек. Тогда я надеваю флиску и довольно иду дальше. Эта модель прекрасна во всем, что только может быть. Очень долго изнашивается, удобная молния и есть все необходимое. Когда становится холодно и флиски уже не хватает, тогда приходится идти на крайние меры. Пуховик Splaff Chimgan Mod 2. Ну в смысле вторая модификация. Эта прекрасная куртка очень мало весит, но великолепно греет. Как известно, пух это наилучший утеплитель из всех существующих на планете. Пока что не придумано ничего лучше за счет соотношения единицы веса и теплота, которую он создает. Точнее создаем это мы, он просто за счет пуха нас оберегает от внешнего воздействия. 850 пух, 300 грамм. Удовольствие в свернутом виде занимает вот такое маленькое пространство. Что это значит? Это значит, что вам будет гарантированно тепло, особенно если вы поместите ее под вашу мембрану и любая непогода вам будет нипочем. Много раз я использовал его в горах, практически каждое лето мне приходится заставать пуховик и без него на таких высотах не обойтись. Для того, чтобы пережить холодные ночи, потребуется шапка. Я рекомендую брать опять-таки легкие модели, вот например такую, Hermann из Fleece 200. Можно ее быстренько надеть, залезть в спальник и замечательно придаваться шикарному сну. Без шапки в походе будет конечно же холодно. Есть ситуации, когда приходится надевать шапки во время переходов, опять-таки старайтесь с них не попадать, по возможности выбирайте погоду, чтобы вам было комфортно. Не всегда есть такая возможность, но делайте все, что в ваших силах. Как известно, в горах опасна не только влага или холод, но и солнце. Солнце пытается вас поджарить ультрафиолетом, а для того, чтобы от него спастись, потребуется какой-то головной убор, например, панама или кепка. Сплав, кепка, защитит ваше лицо от яркого солнца и поможет вашему носу не сгореть первые же дни. Конечно же, пользуйтесь дополнительными кремами против загара, этого будет достаточно на какой-то период времени. А мы дальше пытаемся спастись от солнца. Конкретно, что еще страдает в горах, это наши глаза. Чтобы защитить их, потребуются солнцезащитные очки с полной защитой от ультрафиолета. Вот, например, такая модель Solid One. Для альпинизма, например, гораздо важнее выбирать модели, где будет дополнительная защита по бокам. Для трекинга достаточно такой модели, где в целом вы не видите отраженного света от снега или где-либо еще. Честно говоря, я в своих походах не вижу варианта, когда я иду без бафа. Баф нужен мне для того, чтобы защитить от солнца мою шею, для того, чтобы защитить от сильного ветра мою шею, для того, чтобы комфортно спать и не чувствовать холода на своей шее. Для всего этого я использую один и тот же баф. Расцветку выбирайте сами, конкретно этот вариант тоже очень симпатичный и подходит, если у вас синенькая куртка, ну или зелененькая. В целом, смотрите, что вам больше приглянется. А мы продолжаем. Самый важный элемент одежды в горах – это мембранная куртка. Конкретно я бы взял минимум. Почему? Потому что она очень легкая, весит чуть больше 300 грамм, отлично садится практически на любого человека, если вы правильно подобрали размер. С ней вы можете пододеть под нее флиску либо пуховик. А главное – это ее показатели. 20 на 30. 20 тысяч миллиметров водяного столба – это ее водонепроницаемость, а 30 тысяч – это ее паропроницаемость. Что в сумме означает, что вам будет комфортно под дождем, под ливнем, где бы вы ни находились, эта куртка вас защитит. Соответственно, надели куртку сверху, а снизу, что правильно, мембранные штаны. Я предпочитаю в горах использовать самосбросы, потому что не всегда хочется снимать с себя что-то лишнее, как-то переодеваться. Конкретно у этой модели есть вот такая длинная молния, возможность расстегнуть вентиляцию для того, чтобы немножечко проветривать штаны сбоку. Да, они не до конца расстегиваются по всей длине, но их более чем достаточно, если вы идете без лыж или кошек, для того, чтобы защититься от влаги. Так, весь этот мембранный штормовой комплект весит всего ничего, поэтому лучшее решение сейчас просто невозможно найти. Итак, самый важный элемент в походе. Что? Конечно же, обувь. Я демонстрирую вам трекинговые ботинки Kylan Infinity GTX. Что это такое? Это просто бомба! Посмотрите на эту кожу. Внутри находится мембрана Gore-Tex. Вибран подошва и средняя жесткость. Этих ботинок достаточно, чтобы ходить реально до 3-3,5 тысяч метров над уровнем моря. Они отлично вам помогут справиться с любыми поверхностями, такие как особи, камни, колючки, травянистые склоны и прочее. У них защищенный нос и колодка в пятке жесткая, а это значит, что нога здесь, скорее всего, не будет подворачиваться. Средний рюкзак, хорошая экипировка, и вы пройдете любой маршрут без каких-либо проблем. Так или иначе, в походе, когда вы долго идете в ботинках, ваши ножки устанут. Особенно, когда вы встали лагерем на привал и хотите снять ваши ботинки. Для этого вам потребуется замена. Замена в виде вот таких сандаликов от THB, модель ASCIO. Все, что требуется от сандалий в походе, на биваке, это защита мыса, ну и возможность регулировки, чтобы они не слетали с вашей пятки. Дальше, все, что можно от них хотеть, это чтобы они не скользили по траве и чтобы не сильно промокали, если вы будете ходить с утра, когда выпала роса. Легко моется, легко носится, малый вес, ничего лишнего, пожалуйста. Вокруг меня закончились товары, которые я не потрогал, а это означает, что мы заканчиваем наш обзор. Теперь вы знаете, как собраться в Кавказские горы, как правильно пройти так, чтобы вам не было мучительно больно, и что с собой необходимо взять. Готовьте заранее, продумывайте маршруты, выбирайте лучшую экипировку и ходите в походы. Ваш сплав.